приветики всем всем привет друзья сегодня день железной дороги железнодорожников и по этому поводу день открытых дверей вы можете прийти посмотреть на все вагоны поезда на все что творится внутри и как оно все устроено если вы давно не катались или хотите попутешествовать на поезд давайте с вами окунемся немного в прошлое пойдем внутрь у нас на платформе стоят несколько паровозов дизельные не электричка давно на поездах мы не катались и даже не заходили в них поезда такие старые и не знаю какого они года потому что все узнаем раз когда вская железная дорога организует трехдневную творческую программу по случаю 151 годовщины со дня основания учреждению первое что представлено это матрица начальника железной дороги эта матрица где-то примерно 77 года и она перевозила начальство для осмотра дороги сейчас мы поднимемся в этот вагон посмотрим что тут внутри последний раз я на поезде ездил в москву это было очень очень давно здравствуйте мы пришли к вам на экскурсию можно везде посмотреть да это вот так выглядел салон который рассчитан на 30 человек в этом вагоне находился один машинист который управлял этим вагоном так выглядит рабочее место машиниста такие кресла прямо кресла взяли с офиса прекрасный вид на дорогу и 30 человек персонала который обслуживал железную дорогу все начальство поехали тут не знаю на какую дальнюю дорогу рассчитано это но принципе сидеть нормально подножечко для ног есть но это только здесь да там нет интересный кондиционер здесь есть или нет конечно тёпленько идем посмотрим дальше кабина главного машиниста ребята кнопочки просто все по-русски тут в принципе наверно все несложно но категорию прав наверное иметь все таки надо самая главная кнопка ну и кондиционеров наверно нету поэтому тут такие вот вентиляторы матрица спидометр ребята чтобы вам было понятно его пробег наверно застыл тридцатого десятого девятнадцатого двигаемся дальше ребята машинное отделение мощный двигатель аккуратно генератор ирка ну что поехали что это такое ток зарядки как работает вот батарея тут все написано столько всего замудренного все написано все по-русски всяких кнопочек всяких переключателей тягач переделана или полностью все весь состав переделал весь состав он переделан и в румынии уже под сапсан получается или такие старые и сколько количество человек он перевозил вот там получается 4 года да там есть первый класс и 2 класса я понял на какие направления двигался этот состав румыния приднестровье на одессу тоже катался тоже катался когда было когда было все хорошо я понял хорошо двигаемся посмотрим спасибо друзья ну это молдавский сапсан модернизированный модернизированный в румынии как нам рассказали он двигается со скоростью 105 км в час так вагон первого класса ух ты здесь вот так столики откидываются видел очень прикольно можно даже компьютер поставить поработать зарядочка для ноутбука есть 220 вольт классно помонтируем видео вот такие вот кресла даже с мусором пожалуйста ирк ирка ты отправляешься в путь я купила билеты я контролер покажите пожалуйста ваш билетик мы с вами договоримся ну ладно тогда попробуем посмотреть дальше что у нас тут еще для компании на четверых пожалуйста смотрите как выглядит все класс класс мы в четвером здесь все довольно таки комфортно можем ехать очень прикольно доставай вареные яйца курочка это для багажа для чемоданчиков аааа для чемодана кстати эта дверь чтоб тебе было понятно она открывается от кнопочки вот здесь раз ааа да точно нажал кнопочку все она автоматически в моем детстве таких дверей не было да какое тяжелое детство было вот пожалуйста переходим в следующий вагон тоже кнопочка кнопочка да двигаемся дальше заметьте наверху камера есть тут даже холодильник присутствует пожалуйста барная стойка типа барная стойка тут уже чуть другие сидения попроще скажем и нету столиков на таком поезде можно ехать даже в Одессу допустим ну вот смотри здесь даже много в Румынию расстояние да очень прикольно конечно они здесь не разворачиваются как в современных китайских японских поездах да как в Сингапуре где-то но тем не менее это все выглядит довольно таки неплохо второй класс конкретно пользуется спросом засрали все сидения двигаемся в следующий вагон опять через тамбур тут уже стандартный такой как бы вагон кресло кресло это раньше в электричках были такие даже не кресла можно сказать просто такие стулья сидения спинки ничего не откидываются такие обыкновенные как в маршрутке доехать можно следующий вагон у нас тоже стандарт точнее сказать эконом класс туалет тут прямо оборудован для инвалидов все зеркало смывальничек все как должно быть завязка для инвалидов оборудован специальные крепежи чтобы крепить коляски также тут сбоку четыре кресла ожидания если в туалет очередь смотрите для инвалидов специально лифт оборудован чтобы можно было колясочку загрузить прямо с платформы ребята и кабина этого молдавского сапсана выглядит вот так тут два кресла как бы для двух машинистов скажем так ну педалька даже есть посмотрите этот педаль тормоза наверняка может быть и газа хотя газ наверно вот здесь регулируется тут передача вперед назад короче все по взрослому как на настоящем поезде это не макет я просто прикалываюсь шучу на самом деле выглядит все это допотопно немножечко потому что его переделали все это реконструировали наши братья румыны и вот так оно все держится скажем так присутствует дворник заметьте но снаружи они вот так выглядят и уже лобовое стекло разбили интересно это камень попал от скорости или птица залетела такой отбойник бампер такой стоит заметьте не знаю чего вам помогает ну наверное если какие-то большие камни на рельсах друзья а сейчас мы окунемся в наше детство детство когда все передвигались только на поездах а это кабина проводника именно здесь он заваривал вам чай вот он чай все было тут вот кабина проводника то кухня вот кабина проводника это купе проводника скажем так с коврами двигаемся дальше еще одно купе и еще одно купе на четверых ну как именно в таком вагоне в таком купе мы ехали с родителями в москву и самое мое любимое место это вторая верхняя палка заходим ооо расположились классно Ирка закрывайся на замок желательно на замок потому что некоторые люди которые подсаживаются ночью в каких-то городах и селах пытаются зайти в купе и где-нибудь с кем-нибудь прилечь да но такое тоже бывает так что осторожно или что-то покушать с кем-то или что-то покушать ну что мечта детства лезем на второй ярус так ручечка лестничка и вот так наверху чиманданы можешь было прятать супер и теперь чук-чук-чук чук-чук чук-чук и за окном города города и станция прикольно свет обязательно подсветочка у каждого столик этот откидной такой смешной он он конечно опускается там снизу ручка у него засов такой серьезный даже коврик на полу есть Ирка ну что слезай смотри сможешь туда легко назад будет тяжелее нифига знаешь как слезать вот так оп и все ну супер отлично класс ностальгия такие эмоции воспоминания из детства надо будет взять как-то билет и прокатиться слезу пробил друзья тут купе все стандартные наверное купе СВ на двоих ну вот дальше а вот он тот страшный тамбур это вот этот вот смотрите тут даже рельсы видны внизу конечно едешь и боишься вот так вот это было да здравствуйте ну конечно друзья и мы передвигаемся в вагон буфет тут конечно очень тепленько я вам скажу кондиционер не работает проветривания практически нету потому что он не включен питание не подключен мотор заглушен и все электричество нету ну в общем то буфет выглядел вот таким образом тут открывалась вы берете там себе что хотите он работал с 8 до 11 ну и пока вы пьете свой чайчик или компот или может быть даже шампанское вы можете себе добавить звука радио точки вот таким образом представляете прикольно правда двигаемся дальше тут аналогичные четырехместные купе обязательно выполнить этот стоп кран запломбированный так двигаемся дальше купе для отдыха проводников ой давайте посмотрим туалет вы помните этот туалет с этой педалью слива это вообще капец но момент кто помнит что на стоянке нельзя пользоваться туалетом а кто забыл специально написано потому что нажимая педальку все отсюда сливается на улицу вот такой умывальник смешной но главное все рабочее тут вода горячая холодная смешиваете и пошли 100 литров горячий 250 холодных пожалуйста и еще ко всему ребята вы даже можете побриться здесь посмотрите ну прикольный умывальник вспомнили молодость двигаемся дальше у нас это вагон СВ ребята посмотрите это только для двоих если вы эти пары и хотите уединиться то вы можете взять себе СВ и таким образом здесь уединиться вот так спать да тут по моему раскладывается диван я не помню или так только так кто помнит подскажите мне в комментариях ну что я не помню делался диван сплошной или нет но не буду сейчас это проверять все такое интим прикольно коврики эти на полу дорожки такие да и опять же самовар чай кофе к сведению пассажиров проводник обязан не менее трех раз в сутки с 8 до 10 с 3 до 5 с 8 до 10 по местному времени обеспечить пассажиров чаем кофем и кондитерскими изделиями а по просьбе и требованию пассажиров в любое время суток при этом проводник должен быть в белой куртке или фартуки круглосуточно в любое время в кипятимике должна быть кипяченая горячая вода вот так закипает вода тут разжигают всяким всякой ерундой тут зола то есть это печка обыкновенная печка и кипятят воду ребята кто помнит вот эти стаканы с такими подстаканниками железными граненый стакан помните вот эти кайфовые такие держатели чтобы не обжечь руки да они до сих пор присутствуют я думал они уже вымерли нет они есть помните ребята водичку захотел попить подошел набрал себе стаканчик и пошел дальше те самые тамбуры в которых выходили покурить на ходу еще открывали двери кто открывал двери на ходу и курил ставьте подписку лайк и двигаемся дальше ой а тут у нас такая топка непонятно для чего это тут по моему уголь подкидывают они да ступеньки я как вспомню вот такой состав ребят и этот коест действующий у него направление Кишинев Бухарест на и кстати билеты недорогие кто хочет вспомнить молодость покупайте билеты до Бухареста прокатитесь но мы погнали дальше всем пока 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 и